Хочу с вами сегодня поделиться тем, как у меня зашла клубника, здесь клубника и земляника, смотрите, вот такие уже всходы, сегодня четвертый день от посадки, я считаю, что это для четвертого дня от посадки, это просто очень здорово, смотрите, как хорошо всходит, как я сажала, в этом году я первый раз сажала, это чистый торф, я взяла торфяные брикеты, как бы такой торфяной субстрат, он продается, можно его заказать на озоне, он также продается в фикс-прайсе, я заказывала на озоне, его очень многие советуют в инстаграме и на ютубе, кто сажает, занимается, поэтому в этом году я посадила именно так, несколько лет подряд я сажала клубнику, но результаты у меня были не очень хорошие, потому что, сложно сказать, какие-то были ошибки, может быть, в агротехнике, сходила клубника достаточно долго, буквально по 2-3 недели, всходы были буквально 30% от того, что посеяла, и сами ростки были очень слабые, в этот раз я посадила, то есть в этот раз я полностью изменила агротехнику, посадила, раньше я сажала в, ну, получается, покупала землю, ну, как бы для рассады, универсальный грунт, универсальный рассад, в этот раз я взяла именно торф, получается, торф, дальше я, посев у меня был семенами просто сверху по торфу, я не присыпала, я не заглубляла, я ничего с ним не делала, я сверху так рассыпала по торфу, торф у меня изначально был увлажнен, сверху я не поливала, сам торф был влажный, не мокрый, то есть так, чтобы не делал, мы не делаем болото из него, нет, торф должен быть влажный, ну, вот здесь видите, видите, что здесь болота нет, торф просто увлажненный, и это вчера я еще побрызгала сверху ибином, поэтому по увлажненному торфу сверху рассыпаем семена, можно дорожками, можно в произвольном порядке, здесь я посеяла достаточно много сортов, так как я немножко со сроками опоздала и сажала, я, получается, уже первых числа февраля, то у меня не было времени подписывать, сажать в разные стаканчики и так далее, вот, тем более, что я сажала, когда у меня ребенок болел, ребенок заболел ковидом, я не знала, на самом деле, как быстро мы выздоровеем, как быстро мне появится время посадить, а клубнику посадить очень хотелось и успеть по срокам, поэтому я просто все сорта, что у меня были здесь, наверное, было около 30 пакетиков разных, ну, там в каждом пакетике бывали там по 5 семечек, но сами знаете, клубники очень-очень мало, зерен идет в пакетиках, я вот так ее по чуть-чуть рассыпала, поэтому здесь очень много разных сортов, в данном случае это не имеет значения, для меня нет критической важности, какие конкретно у меня сорта, то есть у меня нет цели сравнивать, какие сорта лучше всходят, какие хуже всходят и так далее, и так далее, моя цель вырастить много клубники на своем участке, вот, чтобы хватало и детям, и нам, и на еду, и на заморозку, и так далее, поэтому, агротехника в этом году у меня такая, на торф рассыпаемся, на влажный торф рассыпаем семена, закрываем у меня вот такие, ну, это, получается, вот эти теплички, закрываем крышечкой и ставим под освещение, под лампу, в данном случае у меня она стоит на кухне, здесь у меня свет, лампа включена круглосуточно, я ее не выключаю, сегодня я переставлю, сегодня мне муж уже привез из Лерва Марлен стеллаж, и сегодня у меня мой контейнер с клубника переедет на стеллаж, и на стеллаже у меня уже будут фитолампы с фиолетовым освещением, посмотрим, как они будут расти под фиолетовым освещением, сейчас белый свет у меня сойдет от подсветки кухни, соответственно, я его не выключаю вообще, он у меня круглосуточно светит, И вот на четвертый день у меня появились такие всходы. Это первый раз у меня такие быстрые всходы. Причем эти сорта, которые я сажала сейчас, здесь Саэлита, Руяна, Александрина, Ворон Салемахер и так далее. Эти сорта я уже сажала ранее, и всходы реально были 2-3 недели. Я ждала, пока она взойдет в этом году. Может быть за счет смены субстрата, может быть за счет того, что растет суточная лампа. Я не знаю, но всходы появились очень рано. Сажала я без стратификации. То есть я не ставила в холодильник ни сами пакетики с семенами, ни сами контейнеры с землей. Я пересмотрела на ютубе огромное количество видео. Кто-то сажает в кипяток, кто-то сажает под снег. Вообще разные агротехники, все сажают очень-очень по-разному. Я для себя, так как я торопилась, у меня не было возможности с чем-то заморачиваться. Я сделала мне такой экспресс-вариант. Поэтому вот посмотрите, такой вот экспресс-вариант посадки, да, грубо говоря, на коленке. И он дал вот в плане всходов, дал очень хороший результат. Посмотрим, как дальше клубника будет расти. Буду с вами дальше делиться своими успехами в плане клубники. То есть от момента посадки и до того, как у меня появятся кустики на участке моем дачном. Вот пока такой результат. Я на самом деле на данный момент очень довольна тем, как она растет. Надеюсь, что рассаду не будет вытягиваться, потому что она постоянно под освещением. И дальше все будет хорошо. И вот, получается, на четвертый день я опрыскала слабым раствором эпина, чтобы те семена, которые еще не проснулись, тоже начали просыпаться.